посмотрите пожалуйста вот способ аргументировать скидку способ аргументировать скидку почему я говорю что инструменты слабые слабость аргументов еще раз мне хочется сказать что она пристекает не за того что сергею не нравится из того что убедительность аргументов будет двигаться вот по этой шкале вот вправо ваши интересы самая слабая зона вот мне дорого мне нужна отсрочка дайте мне не повышайте мне цену отгрузить мне дефицитной позиции это вот это самый слабый аргумент взаимные интересы которые у вас есть поставщиком вот например вы будете брать на две позиции больше вы готовы взять вот какую-то новинку вы будете периодически регулярно брать какие-то какие-то объемы стабильные да это уже зона взаимных интересов и наша цель вот если мы аргументируем то наша цель коснуться хотя бы зоны взаимных интересов может даже не попасть внутрь коснуться хотя бы следующий блок это зона корпоративных интересов это то что уже определяет интересы самой организации да идти чем глубже вы попадете туда тем лучше для вас ну и зона личных интересов это карта с рожами то есть если вы сможете коснуться интересов уже самого человека связанных с его зарплаты с его там доходом с его каким-то выполнение показателя кипя с его личным ростом карьерным ростом и так далее это все конечно вот оказывает более сильное влияние на вашего партнера смотрите какие могут быть аргументы и что мы принципе как можем аргументировать я повторюсь это дорого самый слабый аргумент но с него можно начинать вот он он есть существует это такая прощупывание почвы и я бы не сказал что это аргумент это вот то с чего стоит начать смотри когда будет вести себя поставщик товар новый мы не знаем как он себя проявит производстве на полке например да если вы перепродаете продукцию продажа при той цене которого она предлагаете для нас это продукт высокорисковый нам нужна скидка и по ее обосновали тем что если вы мне по сути скидка не даете мы не сможем вашу продукцию покупать то есть мы хотя бы вот попали в границу до зоны интересов аргумент стал чуть-чуть посильнее такая цена не позволит нам выдержать конкуренцию на готовую продукцию ну то есть вот если мы его что-то покупаем это потом допустим перепродаем если да говорим про цену на полке ну или да или если я производственное предприятие что-то приобрел у меня в любом случае цена продукция которую я приобретаю вас оказывает влияние на себестоимость если я буду покупать у вас по невыгодной цене я не смогу это потом дальше продать соответственно опять мы касаемся уже зоны интересов и собственных да и зона интереса в том числе нашего поставщика будет невыгодная цена у вас я не смогу у вас просто продукцию приобретать дальше озвученные вами преимущество не стоит той разницы в цене которая есть у вашего продукта по сравнению с конкурентами прекрасно вас продукция сергей все здорово но вот конечный потребитель к сожалению этой разницы не оценит будет покупать привычный продукт опять мы с вами коснулись зоны хотя бы взаимного интереса аргумент стал чуть-чуть посильнее или нужна скидка тогда смогу поставить вашу продукцию на все наши точки или вот во все наши производственные площадки или на все наши линии да тоже взаимный интерес коснулись аналогичная продукция предлагается вашими конкурентами дешевле на 15 18 процентов здесь очень важно обратить внимание на вот этот диапазон потому что если мы говорим про конкурентов конкуренты 15 18 если один конкурент то может быть и какое-то 1 одно число если мы говорим про монопозицию но этот аргумент нельзя отнести категории сильных потому что если вы говорите его вы по сути говорите про такое нападение на поставщика то есть вы ему как бы намекаете смотрите если альтернативное предложение вы ему намекаете что она на 15 18 процентов дешевле и и поставщик тогда после этого должен четко осознавать что он если ваше предложение извините что он если ваше предложение реализует что он получит потому что если он давайте еще вернемся к матрице потому что если он приняв ваше предложение что-то получит это в его интересах или вот он не согласится с вами ну да как есть более более низкие цены что он потеряет потеряет ли он ваш объем если вы понимаете что вы все равно купите повторюсь в рамках вот этой концепции ничего общем это ничего вам это не дает нужна скидка тогда сможем увеличить объем закупок примерно в три с половиной раза здесь очень важное является слово то что будет после так как если вы торговая компания вы должны объяснить что произойдет когда будет снижение цены если вы компания производства вам тем более нужно объяснить что произойдет после снижения цены с точки зрения увеличения объема потому что но вот если я был бы поставщиком и вы мне сказали там но производство предприятия вы нам дайте скидку мы больше возьмем не вопрос почему больше возьмете. Возьмете сразу на три месяца и на склад положите. Тоже странная альтернатива. Дать вам более низкую цену и не отгружать вас три месяца. Или дать вам или просто грузить вас по той цене, которая есть сейчас. Дальше. Мы готовы взять вот эти две позиции, но тогда на четыре позиции, которые мы покупаем, нужна скидка. Это тоже взаимные интересы, даже попадание в зону корпоративного интереса, если вот эти позиции, которые я упомянул здесь, в принципе, поставщику интересный нужно продавать. Если это так, то дело действительно для поставщика интересное. Один из вариантов. Мы, сделав у вас заказ, будем покупать уже больше, чем, например, 100 SKU. Здесь нужно сделать выноску и написать, что 100 должно быть много. Если это немного, то поставщику будет неинтересно. И это, считайте, что такая скидка за то, что вы купили широкую линейку, потому что, когда мы говорим о том, что берем у поставщика 1-2-3 позиции, скорее всего, берем топовые для нас позиции, ну и там низкомаржинальные для него, скорее всего. Когда берете широкую линейку, имейте в виду, что на тех позициях, которые покупаете мало, поставщик зарабатывает на наценке, а позиция, которой вы берете много, он зарабатывает наоборот. Нужна тестовая скидка 7% на трехмесячный период. Если можете сказать эту фразу вслух, значит, вам подходит такой аргумент. Чаще всего это происходит так. То есть я вот покупаю, допустим, какое-то сырье у поставщика, делаю вот такие цилиндры, и мне нужен, например, какой-то тестовый период, чтобы я понял, какая будет реакция уже у конечного покупателя вот этих цилиндров, то есть какая будет от них обратная связь. Согласен взять, если будет больше ретро-бонус на полтора процента. Ну и вот в конце года очень хорошо работали. Вот в любом варианте это то, что мы, если достигли каких-то договоренностей, то прям супер, это здорово. Это тоже является примером для того, почему можно скидку у поставщика просить.